Я бы тогда попросила бы сейчас взять слово Александра Александровича Пилипчука. Александр Александрович, директор по цифровой трансформации МИДСИ, член правления. Вот хотел хотел передать вам слово. Коллеги, доброе утро. Коллеги, во-первых, большое спасибо за организацию такой конференции. Мне кажется, очень важно в текущих условиях для популяризации темы не только среди пациентов, но и среди медицинского сообщества. В общем, большое спасибо еще раз. Значит, мой доклад будет посвящен нашему опыту работы с телемедициной. Несколько слов о нашей компании, компании МИДСИ. МИДСИ присутствует на рынке коммерческой медицины и медицины в целом уже 25 лет. Мы являемся самой крупной частной медицинской организацией страны, более 50 клиник. В основном, конечно, мы работаем и являемся лидерами в Москве и Московской области, однако на текущий момент активно расширяем свое присутствие в регионах и при этом параллельно с развитием такой традиционной инфраструктуры медицинской, открытием клиник, стационаров и так далее, активно развиваем цифровые сервисы, конечно, одним из которых и ключевым является телемедицина. Основа для нашего развития таких вот цифровых сервисов. Это решение или платформа, как мы ее называем, SmartNet, которая на самом деле призвана быть таким вот клеем, что ли, да, цифровым, которая облегчает, вовлекает, делает удобным взаимодействие пациента с нашей медицинской организацией, где бы он ни был, собственно, в регионе нашего присутствия или же там, где нас нет. На платформе реализованы разные сервисы, одним из которых является телемедицина. Каждый из сервисов мы активно развиваем, есть определенные метрики, которых мы хотим достигнуть и есть еще довольно большой пайплайн, воронка новых идей, которые будем реализовывать. В текущий момент платформа запущена у нас с 2018 года, на текущий момент мы имеем более, в сентябре вот 21 года более миллиона установок. Вот, соответственно, в общем, это та основа, тот наш такой стратегический проект, на который мы ставим в части цифрового развития. Переходя конкретно к телемедицине, к теме, собственно, доклада, чуть-чуть расскажу о том, как она у нас организована. Итак, телемедицина может осуществляться у нас, сейчас говорим о сегменте пациент-врач. У нас есть три способа, собственно, как у коллег, которые презентовали недавно, три способа осуществления такого взаимодействия. Это чат, где пациент может написать доктору, загрузить свои какие-то анализы, в том числе те, которые он сдавал, например, не в нашей системе. Есть видеосвязь и аудио. Говоря о форматах услуг, у нас есть срочные консультации, которые работают в режиме 24 на 7 и на которых дежурят педиатры и терапевты. То есть это такая, как мы ее называем, линия по снятию тревожности. Суть в том, что там, конечно, нельзя выбрать доктора конкретного, отвечает дежурный врач, но отвечает довольно быстро для того, чтобы максимально оперативно, решить проблему пациента, с которым он обращается. И есть еще формат плановых консультаций. Здесь уже представлены узкие специалисты. Это специалисты, которые работают и ведут прием в клиниках медси в рамках своего расписания. Соответственно, пациент может зайти и в рамках расписания врача записаться на телемедицинский прием. То есть всегда у пациента есть выбор. Можно выбрать очную консультацию, можно телемедицинскую. Если говорить про итоги 2021 года и в целом про динамику, конечно, ковид внес положительные, если так можно сказать, коррективы или влияние на развитие телемедицины. Действительно, услуга стала более популярной. Однако, на текущий момент, если смотреть последние несколько дней, мы делаем более 200, где-то 230-250 консультаций врач-пациент в день. Однако, конечно, если сравнивать с нашими масштабами по очным приемам, это несколько процентов буквально от общей массы посещений, которые мы осуществляем. То есть потенциал, конечно, огромный, и мы еще, в общем, есть куда развиваться. Значит, на что хочется еще обратить внимание? На структуру. Если посмотреть, вот сколько у нас, какая доля срочных, какая доля плановых консультаций, то 15% – это срочные, да, вот в режиме такого снятия тревожности к терапевтам-педиатрам, 85% – это обращение к планным специалистам, к узким. Как правило, это те пациенты, которые были уже на очном приеме, далее связываются с доктором для того, чтобы что-то уточнить. Если, например, с развигаторов, да, вот проектов, которые специализируются только на телемицинской помощи, то там мы увидим другую структуру, ровно наоборот. Там где-то 15-20% пациентов обращаются к узким специалистам, и 80% обращаются им к засрочной телемедицинской помощи. То есть здесь структура чуть другая, зависит, собственно, от аудитории, с которой проект работает, на которую нацелен. Говоря о представленности, мы по максимуму внутри развиваем и вовлекаем врачей в работу в телемедицине. На текущий момент, вот если говорить про узкие, узких специалистов, то представлено более 25 направлений. Был вопрос у коллег, есть ли сложности с вовлечением врачей, сразу отвечу, безусловно, да. Собственно, это отдельное обучение, то есть у нас не все врачи представлены, хотя у нас есть определенные цели по росту представленности врачей, и мы, собственно, планомерно это направление развиваем. Однако, прежде чем доктор будет представлен в телемедицинских консультациях, он проходит дополнительное обучение. Как правило, он стоит из трех блоков. Это законодательные аспекты, безусловно, важные ограничения, которые необходимо соблюдать. Это технические аспекты, собственно, особенности работы в системе, какие кнопки нажимать и так далее и тому подобное. И, конечно, крайне важный еще вопрос, это так называемая этика и донатология или стандарты приема. Мы видим, что, конечно, телемедицинский прием отличается от очного. Прежде всего, в таких вот, скажем так, эмоциональных аспектах, то есть если на очном приеме часто не нужно что-то проговаривать, а между врачом и пациентом, соответственно, формируется прямая связь, уже там все понятно, то когда люди общаются через экраны, это гораздо сложнее, поэтому здесь особое внимание доктору нужно уделять на то, на структуру консультации, на то, какие вопросы, в каком порядке он задает. И, собственно, самое важное, как он разъясняет, что делать и что он может, значит, порекомендовать пациенту в рамках телемедицинской консультации, а что нет. Это аспект, который важен. Я думаю, все медицинские организации, которые начинают работать в телемедицине, с ним сталкиваются и с ним работают. Здесь мы также привели самые частые обращения. Безусловно, еще раз подчеркну, мы все знаем с вами, что есть определенные законодательные ограничения, которые не позволяют телемедицину использовать так широко, как нам бы хотелось. В целом к нам обращаются большинство пациентов с простудными и коронавирусными системами, особенно сейчас, конечно. Дальше вот идут высыпания на кожу, слизистых очаги внешних воспалений, проблемы с пищеварительной системой, вопросы по вакцинации. Но здесь, на самом деле, блок довольно шире. Процентов, наверное, 15-20, в принципе, консультации, они такие, знаете, просветительские. Часто вопросы по гинекологии есть, по питанию, еще почему-то. То есть телемедицина здесь выполняет не только такую лечебную функцию, но еще и просветительскую. Действительно, пациентам часто нужна консультация именно относительно того, что можно, что нельзя, что нормально, а что нет. Ну и, конечно, последние проблемы репродуктивной и мочеварительной системы. Я несколько раз сказал про ограничения. Конечно, есть технические аспекты, связанные, вот коллеги уже тоже поднимали вопрос, с идентификацией пациента. И хотелось бы расширить их варианты этой идентификации, хотя бы приравняв к банковским способам идентификации пациентов. Но самое главное, конечно, то, что сильно сдерживает на текущем момент развития, это невозможность постановки даже предварительного диагноза. Вернее, возможность есть, но это может сделать только врач на повторном приеме, после очного и так далее. Думаю, все вы это знаете. На текущий момент мы вместе с, ну, под эгидой, Министерства экономического развития пытаемся запустить экспериментальный правовой режим, в котором участвуют три компании. Это мы, компания МИДСИ, компания Докториадом и Сберздоровье. Пытаемся запустить эксперимент, в рамках которого в законодательстве будут определенные послабления по ключевым, собственно, аспектам, которые сейчас ограничивают. Важно также сказать, что мы, безусловно, как медицинская организация, понимаем, разделяем все риски, да, поэтому оставляем право ставить диагноз за врачом, то есть нет обязанности, да, он не обязан ставить диагноз. Если о той информации на телемедицинской консультации, которую предоставляет пациент, ему достаточно доктору, да, для постановки предварительного диагноза, он это делает. Если нет, то, собственно, он направляет пациента на дальнейшее дообследование. На текущий момент вопрос с тем, будет проект, будет пилот или не будет, еще не решен. Вчера было слушание Цель Федерации, пока идут прения, поэтому очень надеюсь, что эта инициатива будет запущена, тогда с удовольствием будем делиться с вами, собственно, результатами, эффектом от этого, но пока могу сказать только, что мы пытаемся ее продвинуть всеми силами. Несколько слов о том, собственно, как мы видим value, да, или пользу, влияние телемедицины, собственно, на нашу бизнес-модель, потому что, безусловно, мы организация коммерческая, и любая инициатива должна иметь какой-то понятный бизнес-эффект. Я бы его разделил на три основных блока. Это эффект для пациента, эффект для самой медицинской организации, то есть для нас, и, конечно, эффект для партнеров. Ну, например, для страховых компаний. Это наши основные партнеры, если говорить про взаимодействие с пациентской базой. Так вот, что говорят нам цифры? Ну, есть понимание LTV, да, то есть это не средний чек, а это некая сумма выручки, да, которую мы на определенном периоде, в данном случае на периоде года, генерим вместе с пациентом, который характеризует, на самом деле, то, насколько он нам лояльен, насколько к нам возвращается. Так вот, первое, говоря в целом про приложение, не только про телемедицину, мы видим, что пациенты, которые приложение ставят, которые в нем активны, на 13% более лояльны с точки зрения LTV, чем пациенты без него. Надо сказать, что проникновение у нас довольно большое, уже очень больше 50% пациентов обращаются к нам и записываются, смотрят карту именно через приложение. Дальше интересный факт, что у пациентов, у которых была хотя бы одна телемедицинская консультация, неважно, срочная или плановая, LTV, в полтора раза, даже вот здесь указана цифра, 62% выше, чем у пациентов, которые не пользовались телемедициной. Конечно, здесь вопрос, что первично, да, курица или яйцо, то есть, может быть, они и так лояльны, но факт есть факт. Видим, что телемедицина не замещает очные приемы, не является какой-то угрозой, что все уйдут в онлайн и не будут в клинику приходить. Нет, наоборот. Скорее, пациенты чаще обращаются, чаще на связи с доктором и с клиникой, соответственно, более лояльны, что позволяет оказывать им лучшую помощь. Для страховых компаний, для наших таких ключевых партнеров, конечно, есть определенные такие кейсы, где телемедицина может сократить их затраты на лечение. В частности, по нашей статистике, более половины пациентов, которые сначала, до приема очного, обращаются в телемедицину, более половины потом на прием не приходят. Это означает, что проблема, на самом деле, не такая серьезная. Если бы не было телемедицины, пациент с ней, скорее всего, пошел бы в клинику, генеря ненужные расходы той же страховой компании. И 14% из пациентов обратились за повторной телемедицинской консультацией, то есть для них была определенная польза, и дальше они хотели свой вопрос дорешать с помощью телемедицины. И надо сказать, что это лишь такие, пока вот те, то, как бы, value и выгода для страховых компаний, которые мы сейчас уже можем замерить на цифрах, их пространство гораздо больше. И здесь нам, как отрасли, еще предстоит находить нужные кейсы, но сильно сдерживает пока, вот еще раз, уже пятый раз, наверное, повторю, сильно сдерживает пока ограничения в законодательстве. И, конечно, третий блок, да, это для клиники. Для чего нам это нужно? Безусловно, вот если прям в прямую, кроме вот тех вещей, которые я назвал про пациентов, говоря о расписании врачей, телемедицина – это хороший инструмент до заполнения. Бывают непопулярные слоты, непопулярные незагруженные дни, когда врачи вроде бы выставлены, да, но расписание, например, не полностью загружено. Телемедицина позволяет такие слоты временные представлять пациентам, собственно, до загружая расписание докторов. Про контроль качества буквально несколько слов. Важный аспект. Безусловно, мы не идем оголтело, знаете, вот телемедицина, давайте все бросим, будем консультировать всех онлайн. Мы, прежде всего, медицинская организация, понимаем, что такое качество, поэтому, с одной стороны, мы делаем регулярную внутреннюю экспертизу, врачебную карту, видеозвонков, и, с другой стороны, мы через наш сервис SmartMed собираем постоянно после каждой консультации обратную связь от пациентов для того, чтобы разбирать те кейсы, когда были какие-то замечания. Но сразу скажу, ключевая жалоба сейчас пациентов, ключевое их замечание по обратной связи – это невозможность получить диагноз. То есть очень часто, к сожалению, ожидания людей не встречаются с пракой. То есть часто люди обращаются, ожидая, что им откроют больничный, например, либо поставят диагноз и уже пропишут лечение. К сожалению, мы сейчас это делать не можем. И вот если брать, чем люди недовольны в телемедицине, то в основном, конечно, вот эти. На этом свой доклад я закончу. Коллеги, большое спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо большое. Один вопрос в чате. Реализует ли МИДСИ этот проект по рамках ОМС? Нет, по ОМС мы на текущий момент не работаем в телемедицине, работаем только по каналам частным и ДМС. Спасибо большое, Александр Александрович.